День Учителя День Учителя А если что случится вдруг, он руку всем подаст Как напряженен этот труд, пойми и научи О, как отважен этот труд, задиры, шалуны Порой в глаза упрямо лгут, вы их понять должны Учителя, учителя, профессии нет добрей Стоите твердо у руля, открыв ребенку дверь Учитель — это уникальная профессия, вне времени, моды и географии В ее происхождении нет никакой установленной или хотя бы оговоренной даты Она древна так же, как и сам мир Выдающиеся учителя были у всех народов и во все времена Так великим учителем китайцы называли Конфуция 6-5 века до н.э. В одной из легенд об этом мыслителе приводится его разговор с учеником «Эта страна обширна и густо населена, что же ей не достает учитель?» Обращается к нему ученик «Обогати ее!» — отвечает учитель «Но она и так богата, чем же ее обогатить?» — спрашивает ученик «Обучи ее!» — восклицает учитель Чешский педагог-гуманист Коминский мечтал дать своему народу собранную воедино мудрость мира Он написал десятки учебников для школы свыше 260 педагогических произведений Он сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим растения в саду С архитектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки человеческого существа Со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и души людей Предложенные им методы, принципы, формы обучения, как, например, классноурочная система Стали основой педагогической теории Многие общеупотребительные слова, как урок, класс, каникулы, ввел именно он Его главный труд — великая дидактика, вышедшая в Амстердаме в 1654 году Одна из первых научно-педагогических книг В отличие от Коминского, английский философ и педагог Джон Лок Сосредоточил главное усилие на теории воспитания В своем основном труде мысли о воспитании он излагает взгляды на воспитание джентльмена Человека, уверенного в себе Сочетающего широкую образованность с деловыми качествами Изящество манер с твердостью нравственных убеждений Другим известным учителем был швейцарский педагог Пестолоцци Потративший все свои сбережения на создание детских приютов Он посвятил жизнь сиротам, пытаясь сделать детство школой радости и творческого труда На его могиле стоит памятник с надписью, которая заканчивается словами «Все для других, ничего для себя» Стремление служить будущему характеризовало прогрессивных педагогов всех времен Так известный педагог и деятель в области образования середины XIX века Дистерверк, которого называли учителем немецких учителей, выдвигал общечеловеческую цель воспитания – служение истине, добру, красоте В каждом индивидууме, в каждой нации должен быть воспитан образ мыслей, именуемый гуманностью Это стремление к благородным общечеловеческим целям В реализации этой цели, считал он, особая роль принадлежит учителю, который является живым примером для ученика Воспитание во имя счастья ребенка – таков гуманистический смысл педагогической деятельности Сухомлинского Без веры в ребенка, без доверия к нему вся педагогическая премудрость, все методы и приемы обучения и воспитания, по его мнению, несостоятельны Первоочередная задача учителя, отмечал он, состоит в том, чтобы открыть в каждом человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально-полнокровного труда Мировую славу русской педагогике принес Ушинский Им было предложено сделать труд полноценным воспитательным средством Именно он настаивал на всеобщем образовании, открытии сельских и городских школ для детей-крестьян и рабочих, а также женском образовании Созданные им учебники выдержали небывалый в истории тираж Например, родное слово издавалось 187 раз, его наследие составляет 11 томов, а педагогические произведения имеют научную ценность и сегодня В юношеском дневнике Ушинского сформулирована цель его жизни Сделать как можно больше пользы моему отечеству, он достиг цели Так кто же такой учитель? В толковом словаре далее оно расшифровывается как наставник, преподаватель Можно дать множество определений этому понятию, но учитель – это в первую очередь именно наставник То есть человек, который не просто передает знания своего предмета, а учит жить в этом многоликом мире Умение передавать свой опыт молодым людям, только вступившим в самостоятельную жизнь – это талант Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой писал Учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли из маленьких девчонок и мальчишек в успешных, счастливых людей Изо дня в день, из года в год учитель отдает себя детям Недаром говорят, что школа – второй дом, а учитель – вторая мама Как писатель живет в своих произведениях, как художник в картинах, так и учитель в мыслях, поступках и делах своих учеников По утрам ребята спешат в школу, а на пороге класса встречает их учитель Пример поведения – единство слова и дела, воплощение незыблемости нравственных ориентиров Это он не имеет права на ошибку, потому что на него смотрят испытывающие, требовательно, серьезно ученики Испокон веков этим словом учитель называли людей, передающих ученикам знания, взгляды и убеждения, указывающих им путь в жизни Конечно, первоначальное, первородное назначение учителя – учить Учить предмету, которым он владеет, а дети в школу ходят учиться, истинно, известные даже малышам В какой-то степени учитель – это передаточное звено, преобразователь информации От сложного к простому, от хаотичного к системному и гармоничному Он помогает учащимся развивать критическое мышление Прививает навыки коллективной работы, учит синтезировать информацию из разных источников Обдуманно подходить к проблемам и принимать взвешенные решения Учитель, владеющий знанием, становится настоящим наставником подрастающей личности Определяя дальнейшее отношение ребенка к предмету, а иногда даже влияет на выбор им профессии Помните о своих учителях, как о самом важном явлении своей школьной жизни Будьте благодарны им, они вносят несоизмеримый вклад в вашу судьбу Не смейте забывать учителей, они о нас тревожатся и помнят И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей Им не хватает этих встреч нечастых И сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед А мы порой так равнодушны к ним Под Новый год не шлем им поздравлений А в суете или попросту из лени не пишем, не заходим, не звоним Они нас ждут, они следят за нами И радуются всякий раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен На мужество, на честность, на успех Не смейте забывать учителей Пусть будет жизнь достойна их усилий Учителями славится Россия Ученики приносят славу ей Не смейте забывать учителей Субтитры создавал DimaTorzok